Это тот случай, когда жители пятого дома на Красноборово рады излишнему шуму. Асфальторез готовит углубление для новенького баскетбольного кольца. Собственники ждут, когда у них появится новая спортивная площадка. Проект удалось реализовать в рамках программы инициативного бюджетирования. У нас очень большой двор и очень много детей, которым негде проводить время в летнее время. Отсутствие какой-либо площадки детской и центр нашего двора, это была хоккейная старая коробка. Жительница нашего дома по Красноборово-7 Харламова и Надежда Григорьевна очень долго пыталась из старой хоккейной площадки, которая на территории наших домов, сделать какую-нибудь универсальную спортивную площадку. Занималась она довольно долго этой идеей. И в конечном итоге предложила нам всем вступить, поучаствовать в конкурсе инициативного бюджетирования. Идея оказалась успешной. Сначала жители этого двора провели собрание, на котором решили, им нужна новая площадка. Набрали группу людей, готовых поддержать инициативу материально. Так и появился проект «Здоровье в порядке, спасибо площадке». Сначала идея прошла конкурс на городском уровне, после проект вышел на краевой уровень, где тоже был одобрен. В текущем году реализуется всего пять проектов инициативного бюджетирования. Это такие работы благоустроительные, которые были выбраны горожанами города и которые производятся при их непосредственном участии в плане финансирования. Таким образом жители могут принять участие в распределении бюджетных средств. Это одна из таких площадок. Она устраивается на общегородской территории. Всего за 2021 год в Прикамье при участии жителей был выполнен 151 проект. Обустроили и поставили новые спортивные площадки, привели в порядок общественные территории, а также отреставрировали памятники. Неоднократно положительный эффект от реализации проектов инициативного бюджетирования отмечал и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Мы видим, что инициативное бюджетирование востребовано на местах, поэтому продолжим поддержку начинаний жителей. Краевой бюджет компенсирует до 90% от стоимости каждого проекта победителя, остальное средства населения. Это очень важно, поскольку жители в таком случае сами контролируют качество и сроки выполнения работ и в дальнейшем бережнее относятся к тому, что сделано с их непосредственным участием. От этого выигрывают все стороны. Строительство новой спортивной площадки планируют закончить к началу августа. Жители надеются, что с появлением нового объекта их дети наконец-то смогут проводить время на улице с пользой. А также географическое положение позволяет заниматься на площадке воспитанникам близлежащих спортивных школ. Евгений Казанцев, Сергей Антонович, Новости Верхнекамье.